ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Снова зазвучала тема ужесточения наказания для пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте. На сей раз идея приобрела форму петиций, которую призывают поддержать на сайте Change.org. Автор «Воззвание» считает необходимым строже наказывать взрослых пешеходов, которые тащат за собой детей. Безответственные граждане подвергают опасности свою жизнь, жизнь ребенка и водителя, создавая на дороге аварийную ситуацию, совершенно не пугаясь такого наказания, говорится в обращении. Напомню, что сейчас штраф для пешеходов-нарушителей составляет 500 рублей. ТРАССА СТО ОДИН На российских дорогах могут появиться объекты индивидуально-технического творчества или попросту самодельные автомобили. С инициативой легализовать их выступил, в частности, Росстандарт, который готовит необходимую документацию. В ГИБДД, сообщает коммерсант, относится к этому скептически. Как известно, кулибиных в России полно. Они и сейчас могут попытаться поставить на учет собранные своими руками транспортные средства. Однако процедура эта крайне затруднительная. ТРАССА СТО ОДИН В прошлом году в России наиболее покупаемой иномаркой с пробегом стал Форд Фокус. Он был лидером и в 2019-м. Серебро, по данным агентства Автостаз, досталось Хёнде Солярис, бронза УКИА РИО. Также в первую пятерку попали Тойота Королла и Тойота Камри. В целом, рынок подержанных авто в ушедшем году показал рост на 4%. ТРАССА СТО ОДИН Вся Россия пересаживается на одни и те же легковые автомобили Гранта, Рио, Крета и Тойота РАВ-4. Кто-то из этой четверки в зависимости от местности вырывается вперед, кто-то отходит на задний план. Так, говорят статистики, самую дешевую «Ладу» покупают чаще всего в Приволжском федеральном округе, на Урале, на юге страны и на Северном Кавказе. Киа Рио больше по душе москвичам. Хёнде Крета – хит северо-западных регионов. РАВ-4 удерживает лидерство на Дальнем Востоке. ТРАССА СТО ОДИН Презентация Рено Дастера второго поколения состоится 11 февраля этого года. Когда машина поступит в продажу, не уточняется. Вся информация о ней пока не раскрывается. Внедорожник станет немного длинней. Среди внешних изменений – другая радиаторная решетка, оптика, иной дизайн колесных арок. В линейку двигателей должен войти 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,33 литра. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова